Которые позволили выявить, это говорю со всей ответственностью, практически всю совокупность основополагающих документов Столыпина составит общее представление о типе его мышления, о системности реформ, о основных направлениях. И вот мой доклад, в общем-то, основан на этом документальном наследии, что позволяет, на мой взгляд, избегать некой эфири, которую здесь я тоже слышал, и вместе с тем придерживаться в априалистических взглядах, ибо Столыпин, на мой взгляд, достоин именно такого подхода. Второе мое замечание сводится к тому, что я начинаю доклад свой с Столыпинской некой формулы, которая очень, на мой взгляд, современна. Управлять это предвидеть. И вот эта формула, на мой взгляд, она верна не только во все времена, но она, главное, особенно сегодня. Вот через все сохранившиеся Столыпинские тексты, красной нитью проходит мысль о необходимости идти своим русским национальным путем. К сожалению, вот эта тоже посылка Столыпинская, она не всегда вспоминается, ибо это исходное положение является отправным моментом для адекватного понимания как общего замысла преобразования, так и последующих реализаций. Подчеркну, что из посылки идти своим национальным путем не следует, что Столыпин игнорировал западноевропейский, шире мировой опыт. В сохранившихся текстах отражена значительная информация о том, что он не только внимательно изучал этот опыт, но и стремился его аккумулировать как в теоретическом плане, так и использует практически с учетом конкретных исторических особенностей России. Тем не менее, определяющим для него был именно собственный национальный исторический область, вобравший в себя особенности формирования российской государственности, совокупность социокультурных факторов и вековых традиций русского народа. Столыпин прекрасно осознавал сложность ситуации, переживаемой Россией. И он ее правильно характеризовал такими емкими определениями. Великий исторический перелом. Время переустройства государственных национальных устройств. Вот уже было сказано о том, что использовал слово перестройка. Это правда. По сути, речь шла о гипотетически допустимом масштабном переходном периоде, когда по образному выражению самого Столыпина совершается процесс новоскладывающейся государственной жизни России. Ронологические рамки этого переходного периода Столыпин определял вполне релистически. Вот в интервью с арабской газете «Волга» в октябре 2005 года премьер-минец заявил, «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешнюю Россию». То есть из этого следует, что Столыпин прекрасно понимал, что одномоментно сделать великие преобразования невозможно. Третья его посылка мне представляется тоже существенная. Вот в этих рамках переходного времени Столыпин предлагал решить две взаимосвязанные проблемы. Текущую, суть которой состояла в выводе страны из состояния анархии и хаоса периода 1957-х годов, и перспективное осуществление системных реформ, необходимых для создания препосылок и условий для дальнейшего стабильного развития страны. Я вот, хотя и сказал на Павла Анатольевича об этом, но еще бы хотел рассказать словами Столыпина, мысль его. «Любого рода злодейства должны пресекаться без колебаний. И если государство не даст им действительного отпора, то теряется самым смысл государственности». Взявшись за выполнение отрицательной задачи по давлению революции, «Власть, по мнению Столыпина, должна четко осознавать, что для лиц, стоявших у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности». Прекрасная мысль, мне кажется. Столыпин был убежден в том, что святая обязанность правительства состоит в том, чтобы ограждать спокойствие и законность, свободу не только труда, но и свободу жизни. И все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких рекорд. Эта стратегическая задача создания основ новой жизни не может быть, по мнению Столыпина, меняться в зависимости от злого умысла преступников. «Можно убить отдельное лицо, но нельзя убить идею, которую воодушевлена правительством. Нельзя уничтожить волю, направленную к восстановлению возможности жить в стране и вольных свободных рубиться». Столыпин прекрасно, здесь говорили о методологии и идеологии реформ, я хочу лишь обратить внимание, что Столыпин отличал цель и от технологии достижения этой цели. Для Столыпина главной целью было создание именно Великой России. Эта цель, стратегическая цель. Модернизация, которую он предложил, это есть технологическая цепочка, которая должна была достичь этой цели. И в этих условиях он имел в виду, что маховиком всей государственной жизни страны, по мнению Столыпина, должно было стать сильное и эффективное правительство, которое должно было дать зрелой государственной мыслью и твердой государственной волей. Это тоже важное положение. Быть хранительницей государственности и целостности русского народа. Как несовременные высказания в стране. Такое правительство должно осуществить общенациональную политику и во всех своих действиях руководствоваться исключительно общегосударственным интересом. Правительство, отвечал Столыпин, должно иметь на местах исполнителей испытанных, которые являются его руками, его ушами, его глазами. И никогда ни одно правительство не совершит ни одной работы, не только репрессивные, но и созидатели, если не будет иметь в своих руках совершенный аппарат исполнительной власти. Что проблема современности в связи с этим, как раз состояла в том, что, исходя из идеи миниизации роли государства и его институтов, начиная с 90-х годов, в условиях России мы утратили основной стержень управления страной. И эта проблема остается. Здесь об этом уже говорили, я некоторые из этих людей поддерживаю, потому что без сильного государства, без сильных государственных институтов в условиях конкретных российских и в те времена, и в 90-е годы вытаскивать страну из того системного кризиса было невозможно. Спасибо.